Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Алюмет. 20 марта текущего года исполнилось ровно два года, как прошли внеочередные выборы маслехаты всех уровней органов представительной власти, отражающих волю населения. О текущей работе и планах на предстоящий период нам сегодня расскажет секретарь Акшталского городского маслехата Баржан Гайса. Здравствуйте, Баржан Сискалевич! Здравствуйте! Начнем наш разговор с пяти социальных инициатив президента, они у всех на слуху. Вот в чем актуальность и социальность инициатив Фильбасы? Я думаю, наверное, что сегодня вы правильно сказали, они у всех на слуху, все об этом обсуждают, это сам обсуждаемый документ. Я хочу сказать, что первая инициатива это то, что 7-20-25, значит 7% годовая ставка, получается 20 первоначальный взнос и 25 лет срок. Я считаю, что это очень хорошее предложение и на сегодняшний день необходимое. У нас было много разных государственных программ по приобретению жилья, и вот, ну, наверное, сегодня уже доказал свою состоятельность, это Жилстройсбербанк, там нужно было накопить 50% от первоначального взноса. То есть остальное, потом получали кредит, на всю сумму закрывали, 5%, все это было нормально, но 50% для многих это была неподъемная сумма. Я считаю, 20%, значит, большее количество людей сможет участвовать в этой программе. 7% это есть же понятие эффективная ставка, то есть это нормальная, то есть вполне подъемная, я считаю, процентная ставка и срок 25 лет. Сегодня те люди, которые платят аренду, то есть живут в аренде, то есть я считаю, что они платят же деньги, остаются собственнику, а в итоге жилья у них не будет. Здесь они могут точно так же участвовать в этой программе, оплачивать, но уже жилье станет их собственное. Я считаю, что это очень своевременная инициатива, она открывает большие горизонты для более широкого, то есть получается, слоев населения. Для молодых семей была программа «Молодая семья», которая сегодня не работает, она очень хорошо работала, много у нас и сегодня идет обращений и так далее. Но, как говорится, мы исполняем программы, которые, то есть получается, есть в государстве, сегодня этой программы нет. Я считаю, что сегодня даже обращаются к нам люди, я всем говорю, шикарная программа, начинайте, вы можете смело идти и начинать по этой программе работать. Вот далее, ну кроме льготного жилья, там еще есть ряд счетных направлений, инициатива 5. Да, значит, следующая инициатива, это, то есть получается, снижение налоговой нагрузки, то есть на, получается, заработная плата же есть, то есть получается, снижение ИПН, да, то есть получается с 10% до 1%. И там, получается, идет минимум 25, то есть получается МРП, это сумма получается 60 125 тенге. Соответственно, если брать 10%, это почти 6000 тенге. Сегодня, то есть получается, эти 6000 тенге, значит, 600 будет уплачиваться налог, а получается 5400 остается человеку. Ну, я считаю, даже вот эти 5400, возможно, хватит как раз оплачивать те процентную ставку ежемесячную, которую по приобретению жилья. То есть, вот видите, взаимосвязанный процент. Ну, я считаю, что 5000 это тоже хорошая добавка к бюджету молодого человека, молодой семьи, ну, и любого того, кто получает невысокую заработную плату. Следующая инициатива, значит, получается, это, ну, так касается человеческого капитала, это образование. На сегодняшний день, то есть, поставлена задача увеличить на 20 тысяч, получается, грантов, для того, чтобы 54 плюс 20, это получается 74 тысячи. Из них 11 тысяч это технические специальности. Мы сегодня знаем, что появляется, ну, в цвете последних вообще всех изменений, которые идет цифровизация. Идет, то есть, получается, уже техника идет высокоточная. Даже, допустим, на станках, которые сегодня работают, идут с программным обеспечением станки. У нас в городе есть, вот на Теннессе есть, то есть, получается, на КАМАЗ-инжиниринге, то есть, получается, там должны работать специалисты очень высокого уровня. И поэтому, как раз то, что сегодня эти гранты выделяются на технические специальности, это актуально, своевременно, потому что сегодня открывается очень много новых производств, новых предприятий, которые оборудуют по последнему слову техники. Там нужны специалисты, разбирающиеся. Это как раз необходимо. И то, что, допустим, еще увеличиваем 20, это и есть то, о чем мы говорим, что основа же, то есть, получается, президент же выступает, говорит, основа – это человеческий капитал. Мы должны вкладывать в наших детей, чтобы они получили хорошее образование, чтобы оно было самое главное востребованным на сегодняшний день. И тогда придут новые люди, потому что программы есть, а программы должны исполнять специалисты. То есть, те люди, профессионалы, которые могут это делать. Я считаю, опять же, эта инициатива очень правильная, очень своевременная. И это все даст толчок, хороший импульс. Следующий вопрос – это по сельскому хозяйству. Получается увеличение, то есть, получается, грантов на 20 миллиардов тенге. Это, получается, довести до 62 миллиардов тенге в общем и увеличить, то есть, получается, в целом, чтобы охватить порядка 14 тысяч микрокредитованием. Опять же, каждый начинающий человек может, то есть, получается, открыть дело, получить финансирование, начать какую-то ацентиву, то, что мы сегодня говорим. То есть, вообще, в целом, опять же, мы говорим, то есть, основная задача, которую ставит президент – это уйти от зависимости нефтяной. То есть, мы должны развивать человеческий капитал, мы должны создавать новые рабочие места, мы должны открывать новые производства. Сегодня, тем более, масса есть, то есть, получается, производства. То, о чем мы говорим, допустим, создают, молодые люди создают платформу, интернет, то есть, торговля начинается, да, то есть, она уже идет. То есть, если раньше, там, 5 лет назад, мы уже об этом слышали, что где-то в Европе это есть, где-то еще, но мы были далеки, да. Сегодня эти уже моменты пришли к нам в город. То есть, за этим будущее, потому что они уменьшают, соответственно, нагрузку, не надо иметь торговую площадь, не надо иметь кучу продавцов и так далее. Все, значит, меньшая наценка, это есть, чтобы удешевить. Мы же хотим как? Нужно, чтобы было дешевле. А дешевле будет, когда придут новые технологии, когда современные методы торговли. Я думаю, что сегодня, ну, уже ни для кого это, то есть, получается, не новость. Многие даже у нас, как читаю, покупают вещи, по интернету заказывают. Все заказал, выбрал, оплатил, принесли домой, с доставкой надо, никуда выходить не надо. Это все маленькие инициативы. Теперь, допустим, женское предпринимательство. Назовем, много сегодня есть примеров, когда люди начинают, там шьют, я вот помню, женщина. Помните, вшила автомобильные чехлы, и там, то есть, получается, президента вышло, то есть, и так далее. Тоже, это же люди на дому работают. Теперь, то есть, с программы, то, что мы говорим, там, Рухани Жангару, допустим, да, то есть, дома, обновление. То есть, много есть вопросов, которые можно делать. И когда есть деньги, тогда будет и предложение, я думаю, будет эффект от этого мы увидим. По строительству общежития, что скажете? Вот как раз это в том программе, когда увеличение грантов, там, то есть, сегодня стоит задача, чтобы КЧП строить. Опять же, это шикарная программа, она же себя уже показала. Во многих регионах сегодня строят детские сады по КЧП. Теперь больницы, вот у нас проект есть в Щучинске, да, то есть, получается, вложили, предприниматели вкладывают деньги, модернизируют, государство им постепенно возвращает. Я считаю, что государство уменьшает нагрузку на бюджет. Получаем, то есть, эффект уже делаем, это производство, частник приходит, делает, соответственно, я считаю, что это будет очень востребовано. И обеспечим достойное не только образование нашей молодежи, а и достойное, то есть, получается, проживание, чтобы они могли жить, где-то не сходить по съемным квартирам. Все-таки, когда они вместе находятся, мы же все учили в советское время, жили в общежитиях. Когда вместе проживаешь, рождаются какие-то идеи, обмен идет мыслями, то есть, получается, ну, все-таки есть эта среда, да. Почему всегда вспоминаем... Не только идеи, там и семьи рождались, Борис Калич. Да, правильно вы говорите, да. Потому что в одном общежитии, да. Да, через это проходили семейные, то есть, получается, какие были хорошие такие свадьбы, запросто в комнате накрывали стол, приходили студенты, то есть, получается, расписывались и получались хорошие семьи, как вы правильно говорите, да. Не то, что сегодня, там, на той тратят очень много денег, люди, то есть, получается, ладно, если они имеют возможность, а ведь есть тогда, берут кредит, то есть, еще не успев рассчитаться за кредит, а молодежь уже расходится. Вот в чем проблема. Это я считаю, что, вот, поэтому надо создать достойные условия для нашей молодежи. Возможно, вы правильно говорите. Ну, плюс, наверное, все эти идеи, как бы, завершает газификация, которая для Кокштал, наверное, очень актуальна. Да, вы правильно говорите. На сегодняшний день, получается, у нас увеличились, то есть, добычу газа с 8, получается, до 52 миллиардов кубических метров. Газифицировано на сегодняшний день 9 областей, то есть, это почти 50%, то есть, получается, территория Казахстана уже газифицирована. И вот, в свое время, вы помните, да, уже этот вопрос, он давно, то есть, обсуждался, набил Асковину, пытались мы произнести газ через Кустанай. Кустанай, да. То есть, уже я знаю, что проект был, то есть, получается, считали уже, все-все-все-все проходили. Но там же газ российский. И, возможно, наверное, правильно, что от этой идеи отказать, потому что мы бы зависели от наших соседей. Здесь наш собственный газ. С Казаларды, получается, газ пойдет. Значит, это Хараозек на Джисказган. Джисказган на Караганду, с Караганды на Астану. То есть, это первая часть, получается, да. Следующий этап, это будет Боровое, Кокшетау и Петропавловск. Ну, если придет нам газ, то есть, ну, по подсчетам, порядка 2,7 миллиона, почти до 3 миллионов человек будет обеспечено газом. Вы знаете, у нас сразу, я думаю, что это просто не заставит себя ждать мультиплективный эффект. Открываться будут новые предприятия, потому что удешевление. Понимаете, сегодня, допустим, вот у нас в городе есть проблема с теплоисточником. Есть, да, то есть, получается, решается вопрос. По ТЭЦ мы уже как-то обсуждали, говорили, сегодня это актуальный вопрос. Газ придет, никаких проблем уже нет. Можешь строить в любом месте производство, газ подвел, все обеспечил себя теплом, свет, никаких вопросов нет, можно работать. Главное, чтобы интересы угольщиков, так сказать, не перевесили всю выгоду. Потому что, ну, тоже не один год это поднималось, но угольная отрасль, все-таки, видимо, активно сопротивлялась. Нет, я скажу, наверное, так. Может быть, какие-то года это было. На сегодняшний день вы видите, что происходит. Цена на уголь же выросла очень сильно. А связано это с чем? С тем, что у угля есть экспортный потенциал. Его, они как выравнивают цену, что можно отправлять на экспорт, им выгоднее отправлять на экспорт, но они должны снабжать внутренний рынок. Поэтому произошел подъем цены. Поэтому, пожалуйста, пусть у нас лучше будет газ, а они отправляют уголь на экспорт другие страны, которые готовы углем пользоваться. Вы знаете, допустим, Китай вот очень много потреблял угля. Сегодня они тот газ, который по югу прошел, к себе привели в Урумчинь. Раньше было, я приезжал зимой, там было не видно небо. У меня сложилось впечатление, что там всегда такая погода. Оказывается, это был смог. Над городом стоял такой смог. За город выезжаешь, солнце светит, оказывается, как у нас. А все это был только смог. Сегодня, допустим, мы же тоже ощущаем на себе, у нас начинается отопительный сезон. Что происходит? Город в дыму стоит, смог, потому что люди топят и так далее. Поэтому я считаю, что мы этот вопрос решили. Ну да, значит, экология, конечно, будет заметна, как в Чучинске, где запрещено углем топить, там только, пожалуйста. Это в боровом запрещено, на мазуте, там и котельная на мазуте, то есть все предприятия обязаны. А вы, когда по трассе проезжаете, вы не обращались на сам город Чучинск? Смог стоит, то есть ничего не видно. Мы говорим о развитии, то есть получается, соответственно, это как раз все попадает в точку развития Чучинско-курортно-боровской зоны. Все переходит на газ, сразу экология другая. Ну и в целом, я думаю, что выиграют все непосредственно наш житель города Кокшитава и всех наших, то есть области жителей, все выиграют. Понятно, хорошо. Сейчас на нашей стороне три документа, которым уделяется особое внимание. Это послание, это статья о духовной модернизации, социальная инициатива, которую мы сейчас подробно разобрали. Какой из них наиболее близок по исполнению института Маслихатов? Ну, я скажу так, вот программа, то есть получается, статья «Президент взгляд будущего и модернизация общественного сознания» и направление модернизации, это вот в целом там есть конкретные проекты, которые сегодня стоят, задача, да? Это переход на латиницу, основной момент. Дальше, то есть новое гуманитарное знание, стол новых учебников разработать. Патриотизм – программа «Туанжер». То есть почему сегодня говорится, что начинается патриотизм со своего родного села, с того места, где ты родился, то есть сделать для него что-то ценное, толковое. То есть есть масса людей, которые родились, уехали, состоялись как бизнесмены, заработали. Вернитесь, сделайте что-то полезное. Вот, и тогда начнется все по-другому измениться, как, наверное, самая известная фраза, которую в свое время Кеннеди сказал, не спрашивай, что тебе сделает государство, скажи, что ты сделаешь для государства. Настало то время, когда мы должны думать о своей родной земле, и вот патриотизм должен начинаться вот со своего дома, не мусори возле дома, не мусори возле своего подъезда. Сегодня в городе очень много делается, но ведь проблема в чем? Проблема в том, что люди эти инициативы воспринимают по-разному, никто всегда, каждый считает, что кто-то должен прийти, что-то убирать и делать, но почему в своем дворе не наводить порядок? Все же с этого начинается, даже со своего подъезда. Что у нас? Подъезд ремонтируют, потом дети крашивают, там рисуют и так далее, так далее, так далее, да? Это вот необходимо это делать. Проект Духовной святыни Казахстана, то есть уже на сегодняшний день это сакральная карта, то есть получается уже составлена, то есть есть эти проекты. Очень хорошо, что даже по статистике, кажется, больше всего в нашей области вошли проектов. 10 проектов вошло. То есть в нашей области, это очень приятно и отрадно, то есть это говорит о том, что на нашей земле огромный потенциал, были великие места, то есть получается очень много событий, которые связаны с нашей страной, с нашим государством, с историей нашей. Сегодня, завтра эта карта будет составлена, и вот мы сегодня говорим, что туризм, да? Туризм это одна из основ, которые приносят очень хорошие деньги в экономику страны. Но если мы сами не знаем, куда ехать, о чем можем говорить? Этот вопрос сегодня закроется уже, то есть все, будет составлено, и мы должны посетить все наши места. Когда я, допустим, в прошлом году для себя открыл Восточный Казахстан, я просто остался очень доволен, впечатлен, потому что озеро Алаколь, на котором мы слышали, что Чингисхан своих воинов, то есть лечил после, то есть все, потому что лечебное озеро, шикарное озеро. Не зря же, когда космонавты прилетали, там делали, то есть получается для них, санаторий был, где они проходили акклиматизацию и так далее, все, то есть все это было учтено. Катон-Карагай, то есть у нас таких мест в Алмате. Это Мараловодческое хозяйство, да, где? Совершенно правильно, то есть получается Каспиев, то есть у нас же большая страна, очень огромная страна, очень много таких мест, которые нигде не увидишь. И мы должны знать эти места, и мы должны ездить, и вот это есть развитие внутреннего туризма. То есть, а это, соответственно, будет внутренний туризм, будет и внешний туризм. Когда мы отработаем маршруты, когда мы создадим всю инфраструктуру, тогда и приедут иностранцы с удовольствием и оставят свои деньги. А ведь каждое место, как сказал президент, одно место в туризме дает четыре места, то есть получается, рабочих дополнительных, правильно? Да. Вот к этому мы должны стремиться. Ну там кто-то должен возить, кто-то должен кормить, кто-то должен убираться и так далее. Вот эти места так и накапливаются. Да, поэтому, а то, что касается программы, то есть послания президента, оно как раз перекликается, наверное, с нашими пятисенсуальными. То есть, здесь новая возможность развития условий четвертой промышленной революции. Индустриализация должна стать непосредственно, то есть флагманное зрение новых технологий. Это как раз то, что должны наши новые студенты учиться и должны все это проводить. Дальнейшее развитие ресурсного потенциала, опять же, это связано с обучением молодежи, созданием для них условий. Умные технологии, получается, должны прийти шанс для рывка. Умные города еще. То есть, получается, программа «Умные города» для умной, то есть, получается. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его сейчас послушаем, потом продолжим наш разговор. Говорите, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я обращаюсь к нашему гостю, Боржану Циткальевичу. Я хотела бы сказать по поводу того, что вы сказали в связи с тем, что зимой отапливаются печки углем, поэтому у нас бывает смог и так далее. Но я хочу сказать следующее. Мы живем в центре, как считаю, в центре города, на Абая Габдулина, с другой стороны, там Ташенова. Здесь у нас за каждым углом, даже в одном доме, пять кафешек, пивнушек. И везде готовят шашлыки. Летом дышать невозможно, балкон выйти невозможно, повесить белье – это запах отвратительный, жиром. А если дует ветер, люди, живущие прямо рядом, дом, начинаются, говорят, вообще невозможно открыть окно. Поэтому здесь какое-то надо принимать, наверное, тоже меры какие-то. Мы уже обращались в кафе, говорили, так же не делается, надо какие-то устройства и так далее, и так далее. Но мы не имеем права их контролировать. Но займитесь этим вопросом. Невозможно. Белье невозможно вывешивать. Открыть окна невозможно. Задыхаемся от гари. После пяти часов это все. Спасибо за внимание. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Я так думаю, вы проживаете в девятиэтажках или в двенадцатиэтажках? Потому что вообще, конечно, получается, сегодня они должны выводить как можно максимально выше, чтобы не причинять вам неудобства. Ну вот я понял про тот регион, непосредственно район, про который вы говорите, и понял, про какие кафе вы говорите. Согласен с вами. То есть есть проблема сегодня. Мы говорим, что надо поддерживать частный бизнес, то есть частную инициативу. Они должны являться нашим драйвером и так далее. Но в целом, конечно, должно это движение должно быть параллельным. Не только. Вот сегодня вы правильно сказали. Сегодня даже СЭС не может к ним никакие вопросы задавать. Почему? Потому что пока нету жалоб. Но если вы говорите, вы обращались непосредственно в инстанции, а они должны были реагировать, посмотреть. Я понял. Я обязательно займусь вашим вопросом. Посмотрим. Я приглашу СЭС, поговорю с ними, посмотрим, какие там позиции есть. Потому что будем считать, ваш звонок это официальное обращение ко мне. Я этот вопрос возьму на контроль. Ну что ж, хорошо. Теперь хотелось бы, Борисовский Ильич, поговорить о работе самого Маслехата городского. Не так давно прошли отчетные встречи. Вот скажите, о чем они были? Вот расскажите, вот поподробнее. Ну, я бы хотел сначала вкратце сказать, что у нас 16 депутатов городского Маслехата. Они все состоят в четырех постоянных комиссиях. Непосредственно, то есть, получается, комиссия по вопросу депутатских полномочий, этики, здоровья, населения, образования, культуры, законности и правопорядка. Председатель Симбаев Верконтурашевич. Значит, вторая комиссия по вопросу бюджета и финансов. Председатель Амиржанов Жумабай Кабенович. И третья комиссия по вопросу социально-экономического развития, экологии, коммунальной сферы, благоустройства. Председатель Кальша Рустам Серикович. И четвертая комиссия, она, то есть, получается, создана, потому что у нас сегодня стоит вопрос по выкупу земли. И непосредственно, то есть, это только занимается выкупом земли для государственных нужд. Там председатель Шаримова Асиява Мертасовна. Значит, проведено нашими комиссиями 26 заседаний за прошлый год. Рассмотрены очень много вопросов. Теперь проведено, в прошлом году было 12 сессий. Очередных и внеочередных. На сессии рассмотрено 87 вопросов. Это и о реализации программы «Выступное жилье 2020». То есть, об оказании медицинской сценарной помощи. То есть, получается, теперь о деятельности местной полицейской службы. Мы знаем, что по закону мы их заслушаем два раза в год. Отчет Акима, то есть, получается, он тоже отчитывает за первый квартал, за год отчитывается. Порядка ста депутатских запросов было направлено в разные инстанции. И хочу сказать, что многие вопросы, которые депутаты озвучили, они были решены. Теперь с ноября по декабрь, как раз к вашему вопросу, да, мы провели 16 отчетных встреч на всех округах. Я лично присутствовал с каждым депутатом нашим. Все предложения, жалобы жителей были взяты на контроль. Многие из них были, то есть, получается, решены. Как раз, то есть, получается, это было перед отчетом Акима города. Мы сразу направили все это, передали в Акима, чтобы они посмотрели, максимально вопросы могли решить. Значит, то, что касается благоустройства, внесли вопросы, то есть, на 18-й год. Теперь, ну, очень много вопросов. Я хочу сказать, что для чего это делается, да, это делается для обратной связи. Мы являемся избранниками народа. Нас народ избрал, они должны знать своих депутатов, они должны видеть, они должны с ними работать. Знаете, как зачастую говорят, а вот мы не знаем, кто наш депутат. Я здесь считаю, то есть, зачастую люди обвиняют депутатов, но мне кажется, то есть, получается, здесь не депутаты виноваты. Раз люди не знают, значит, они не интересуются, потому что информация открытая. То есть, получается, она есть на сайте у нас в Маслихате, да. Мы всегда дадим ответ исчерпывающий. Если кто-то, допустим, не знает, есть же границы округов. То есть, если он не знает, обратиться к нам, мы всегда скажем, кто на его округе, кто непосредственно, где он проживает, является депутатом. Поэтому мы открыты, и вот эти встречи, они дали обратную связь. Люди выступали, и вы знаете, я хочу сказать, что там, где шла работа, там, где, допустим, наши окраины делали, другие позиции, люди благодарили. И скажу, вот мы были, одну отчетную встречу, там наш, то есть, получается, Зиборов, депутат Васильковки. Вообще ни одного вопроса не задали. Ну, вот, потому что все есть, или потому что они... Нет, потому что там же прошла модернизация, нет, там был полный зал, то есть, получается, люди все сказали только слова благодарности, потому что сделали полностью Васильковку, привели их в порядок, заасфальтировали все участки, сделали, то есть, получается, газоны разбили, спортивные площадки, детские, игровые. Какие вопросы могут быть? Вот, я считаю, что это и есть показатель работы и исполнительной власти, и представительных органов. То есть, потому что работа делается, люди довольны. А что еще нужно? Только для этого мы должны работать. И мы все работаем для того, чтобы улучшить жизнь наших горожан. Скажите, какие задачи стоят перед Кокштабским городским масляхатом в текущем году? Какова повестка дня предстоящих сессий? Ну, вот мы, то есть, получается, провели, то есть, получается, первую очередную сессию, приняли план работы масляхата на 18-й год. Значит, первое, качество предоставляемых услуг государственных учреждений отдела образования. Вы знаете, что, то есть, получается, я думаю, что этот вопрос касается всех наших жителей. То есть, получается, он важный. Орелизация программного развития территории города Кокшетау. Теперь об исполнении бюджета. Значит, отчет Акима города Кокшетау по итогам за первое полугодие 2018 года. О бюджете города на 19-й, 21-й год. О отчет руководителя местной полицейской службы, как я уже говорил, да. Теперь, получается, отделение управления здравоохранения, кмодельского поснижения заболеваемости. Вы знаете, недавно была комиссия, проводили ее областные депутаты. Вы знаете, да, у нас в городе 7, то есть, получается, наших депутатов, которые тоже по округам, они входят в областной масляхат. И меня пригласили как секретаря масляхата. Я участвовал в их комиссиях. Мы объезжали наши больницы, смотрели. Ситуация, конечно, будем говорить. Я, допустим, для себя сделал, что на первом месте у нас сегодня стоит заболевание по среднеосудистым заболеваниям. Есть много вопросов. Посмотрели, то есть, получается, те позиции, куда нужно выделить деньги. Были в перинатальном центре. Там делается огромная работа. То есть, ну, необходимые средства, то есть, получается, там провести ремонт. Необходимые средства приобрести такой портативный УЗИ аппарат, когда дети рождаются. То есть, когда все хорошо, там проблем нет. Но когда дети рождаются недоношенными, другие позиции, вот здесь это очень серьезно. И у нас очень хорошие показатели. То есть, получается, таких детей выхаживают, то есть, получается, дают им полноценный уход. И, соответственно, они выходят и становятся полноценными людьми нашего общества. Есть вопросы, которые комиссия поработала, были озвучены. Меня-то касалось только город. Я здесь участвовал. Они проехали по всей области. Были даны вопросы, рекомендации, которые, я думаю, будут учтены в бюджете областном. Значит, поэтому я хочу так сказать, каждый депутат может дополнительно вносить вопросы на сессии. Вот я говорил. Вот это базовые вопросы, которые мы внесли. Но каждый имеет право сказать свой вопрос, поднять то, что его касается, то, что его интересует. И продолжить рот по улучшению условий проживания наших горожан. Борис Викторович, у нас еще один есть телефонный звонок от жителя города Кахшатал. Он подсказывает микрорайон Бибишлик. Давайте послушаем его. Говорите, задавайте вопрос, пожалуйста. Прямой эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проживаю в микрорайоне Бибишлик, это за 20-й школой. Вот хотел бы узнать, планируется ли какое-то благоустройство, или дорогу вот нам бы хотя бы в нашем микрорайоне. Понял. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Там на сегодняшний, на самом деле, вырос уже большой поселок. Значит, мы обязательно туда придем. В этом году мы выделили деньги на разработку ПСД. То есть, дорога будет идти, вот где Новопек есть, и дорога на мясокомбинат. Вот там будет перекресток полноценный, и дорога пойдет прямо, пойдет, то есть, получается, туда на Бибишлик и выйдет, то есть, получается, мы закольцуем эту дорогу, чтобы там запустить автобус. Чтобы они через колледж уже могли выйти, да? Да, да, совершенно правильно. Через колледж, вот все мы это сделаем, через КАС-спецколледж, это будет дорога, хорошая, современная дорога, чтобы по ней пустить автобус. Но если уже, получается, если в этом году, в 18-м году ПСД, то строить будет, наверное, 19-й год. Да, это будет, получается. Чтобы реально уже, зря не говорить, 19-й год. Это можно говорить, что это 19-й год. То есть, сегодня я не могу сказать, как будет происходить и связь события, все же зависит от финансов. Да. То есть, получается, тех денег, которые у нас будут, которые мы будем располагать, соответственно. Но факт, что мы в план уже это включили, деньги на ПСД выделили, ПСД разработаем, дальше будем работать, чтобы выделить деньги на ремонт. Хорошо. Вот вкратце о бюджете 18-го года. Можете рассказать, на что он ориентирует? Ну, я хочу сказать, что бюджет 18-го года насыщенный, позвольствующий многие вопросы. Все показались запланированные с ростом. Значит, доходная часть бюджета на 18-го год прогнозирует в размере 21,5 миллиардов тенге. В том числе, получается, налоговое поступление 19,8 миллиарда. Что больше уровня 17-го года, порядка на 680 миллионов. Теперь, получается, общий объем расходов бюджета тоже планируется в сумме 21,5 миллиардов тенге. Объем бюджетных снятий в областной указу запланирован в сумме 6,7 миллиардов тенге. Значит, в целом на социальный блок образования, получается, социообеспечение, культура и спорт предусматривает 9,1 миллиарда тенге. То есть, у нас основные расходы идут на социальный блок. Или это 42,3% от всего нашего бюджета. Из них получают 36,4% на образование. Поэтому, в целом, наш бюджет, он социально ориентированный. Теперь мы будем продолжать работу, то есть, получается, по благоустройству, по дорогам и так далее. Все то, что запланировано, все мы будем эти вопросы все будем решать. Как штаб переименовано, несколько десятков улиц, все-таки это был вопрос такой достаточно сложный, как всегда. Вот, решение принято на городском и областном уровне, это и областной Масляхат, и городской заседал. Вот, дело это не простое, не дешевое. Сколько средств и времени понадобится на изготовление и размещение новых табличек, документов для юридических действий? Ну, я хочу сказать так. То есть, получается, да, вы правильно сказали, то есть, мы рассмотрели этот вопрос на сессии Масляхата и 60 улиц. То есть, 58 мы приняли, две были сняты с этого вопроса. Они на сегодняшний день прошли областную новостическую комиссию, уже в республике, на сегодняшний день они уже и в республике прошли заключение, то есть, получается, теперь остается только решение областного Масляхата. После этого мы начнем, то есть, этот процесс. Но я хочу так сказать, что то, что сегодня для жителей в целом, да, никаких затрат они нести не будут, потому что сегодня все справки в электронном формате получают. Вы приходите, это внесут в базу, в компьютере же изменить никаких средств не нужно, чтобы изменить в базе данных. То есть, была улица Степная, стала улица другая. Ну, в общем, техпаспорт не надо менять. Ничего менять не надо, никаких экспозиций не надо, ничего делать не надо. То есть, получается, сегодня, то есть, в целом, непосредственно для наших жителей это ничего стоить не будет. Для предприятий, которые расположены, у них был адрес один, то есть, они внесут, то есть, это перерегистрация, я думаю, тоже, они могут ее не идти сразу делать. Этот процесс длительный, как придет, все равно они делают перерегистрацию, какие-то изменения устава будут носить, еще что-то, постепенно сразу приведут в соответствие. Теперь, то, что касается табличек, аншлагов. Основные расходы, это на аншлаги, да? Но я хочу сказать, на тех улицах, о которых мы говорим, там их и не было, то есть, получается, а если и были, то сегодня их точно нет. То есть, получается, они уже в видчайшем состоянии, соответственно, все равно нам нужно было их менять. Мы, то есть, вопрос, то есть, это же вопрос в целом облика нашего города, да? Теперь дальше, то, что мы сегодня говорим, что переход на латиницу, опять возникает вопрос, что смена будет аншлагов идти. Сегодня этот процесс будет идти постепенно, то есть, по мере необходимости, мы будем выделять средства и менять. То есть, это в целом все равно нужно будет все приводить. В 25-й год, когда придет вопрос латиницы, значит, в один момент нужно будет все вопросы решать. Соответственно, зачем нам ждать? Мы сегодня начнем этот процесс постепенно двигать, соответственно, в последующем нагрузку на бюджет уменьшим. Понятно, ну, наш телеканал на республиканском масштабе тоже ребрень произвел. Да, вот мы уже сделали ребрень. Кокши, Кокши идет на латинице. Совершенно про Казахстан тоже уже, то есть, на латинице. Поэтому в тренде мы тоже не хотим отставать. Хорошо, к сожалению, к сожалению, Барашис Калечич, ну, время вот эфира-то быстро пролетело, но все-таки нам дозвонить люди. Я думаю, что вот остался ряд вопросов, о которых мы не успели поговорить, но в следующий раз мы обязательно затронем. Вот про выборы в Туркмении, вот на парламентской визели, как наблюдателя, про все, но придется вас пригласить в следующий раз. Вы уж, пожалуйста, простите, что время закончилось. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в ней премьем участие секретарь Кокштадтского городского маслехата Бааржан Гайса. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok